Моя обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наше будня. Привет, друзья. В общем, есть один вопрос, который часто задают, пишут мне в личном. Проблемы, к сожалению, распространенные постоянно. Люди сталкиваются с вопросом, как другие вылечили катаракту, как вылечили от слух сетчатки, как дела у других. Информации в интернете ноль. Я залезла опять, посмотрела, вообще просто по минимуму. В основном всякие эти передачи, нарезки и какой-то термищик, которые, в принципе, вот я смотреть не стала. И тут еще написала Наталья Подорванова. Марьяночка, как твое лечение? Как вы там пытаетесь жить? В общем, вот вопрос. И я думаю, пора отвечать. Если вы не знаете историю моих шести операций в Москве и всего этого, что происходило в течение двух с половиной лет, я оставляю ссылки в описании, потому что, повторяйте, это еще раз сложно и не нужно. Напомню концовку своей истории. Получилось так, что перед отъездом в Таиланд мне в Москве в клинике Федоровой сказали, что мне вырежет глаз. После, соответственно, шести операций у меня были уже куплены билеты. Они мне сказали, в пятницу, в понедельник, я должна была уже лететь на самолете в Таиланд. И во вторник выходил мой врач из-за отпуска. И они мне сказали, мы вас не отпускаем, наши рекомендации вас не отпускают. Ну, понятное дело, врачи перестраховываются. Забив, ну все, в принципе, смысл, ждать, если они уже сказали, такой вот предварительный результат моего лечения. Я думаю, не-не-не-не-не. А у меня была страховка первые три месяца нашего пребывания. И я обратилась в местную клинику Бангкок госпитал, да, в Паттайе. И мне прописали стероидные капли. Стероиды, якобы, которые будут увеличивать глаз, не давать им уменьшаться. И вы знаете, это все работало. То есть я когда сплю, я с утра просыпаюсь, часа два у меня прям такой натутый, нормальный глаз. А потом глаз просто уменьшается в размере, ну и устает. То есть внешне, в принципе, этого не видно. Но если приглядеться, то так и есть. Капли эти я прокапала где-то месяца четыре. И в России их не продают. Это считается как наркотическое лекарство. Кстати, в этом, блин, это очень серьезная проблема в России, что есть лекарства, которые реально могут помочь человеку в той или иной ситуации, а они являются наркотическими. Просто у меня тут этот 37-й канал первый. И причем первый не самый обыкновенный, а именно тот, который показывает Германию. То есть там иногда и сказка может быть, и все что угодно. Но вот эти вот прямые передачи, прямые дурацкие передачи, которые там, типа прямой эфир, еще какой-то мужик стоит, и куча депутатов вокруг все там спорят и насчет какой-то проблемы, с которой столкнулся человек, например. И вот там женщине нужны были определенные таблетки. Тоже даже в маленьких количествах есть, видите, там, статья. А мои лекарства тоже вот так вот читаются в России. А здесь их выписывают по рецепту. В общем, 4 месяца мне и хватило. А сейчас я уже 3 месяца не капаю мечом. У меня страховка кончилась, мы в 3 месяца жили по страховке. Кто не знает, на данный момент мы находимся до сих пор в Таиланде, уже 7 месяцев. В общем, не знаю, чем эта вся история кончится. Нужно ехать к врачу и смотреть, как выглядит мой глаз. Потому что мало ли как я вижу, мне неудобно. Вот это я знаю точно, потому что у меня один глаз активный, большая нагрузка, сидеть за компом вообще огромная нагрузка. Вот сегодня я просидела много часов, потому что комп появился, работа накопилась, нужно все делать срочно. А устаю, реально устаю. Поэтому мне придется вот сейчас быстро я делаю, максимально стараюсь качественно быстро сделать всю работу, чтобы дальше сидеть хотя бы по часу, максимум по 2 в день. И ни в коем случае больше, потому что нагрузка колоссальная. Внешние изменения я рассказала. Мне стало очень удобно ходить с вот этой прической. Когда у меня устает глаз, я говорю, просто половину волоса вот так закрывает, и, ну, вроде как отдыхает. Но все такое, что когда глаз устал, у него изображение так много, но он устанавливается еще в ней. И вот от этого такая головная боль, головокружение, особенно если я хожу без линзы, это совсем тяжко, без линзы. То есть на один глаз мне разрешили носить линзы, очки запретили, нельзя. Запасы линз моих у меня кончились, потому что я покупала себе в Таиланду, в Москве, на метро Новогиреева офигенные линзы. 500 рублей, 2 штуки, хватало их на 3 месяца. Через 3 месяца, соответственно, меняешь. А вот, на душе не моешь. Мало ли кто не знает. Вот они прошли у меня эти месяцы, и вот сейчас я хожу совершенно без линз. Закончились у меня все мои линзы, а здесь я еще не ходила к окулисту. Я не знаю, как это все выглядит. Так что смотрите в будущих видео, я думаю, это возможно будет выглядеть. Кстати, по поводу приема врача. Приблизительно. Мы же платили по страховке, то есть в принципе страховка оплачивала наш счет. А счет мы видели и фотографировали. Кстати, где-то видео тоже есть по этому поводу. И там где-то 2500 бат прием, 3500 бат прием, плюс лекарства, плюс УЗИ, плюс то, плюс все. Ну то есть нормально там копится. И, вы знаете, я не буду вас обманывать, вы лучше видео посмотрите. Может 7, может 12. Я даже цифру не хочу называть. Я не помню, сколько это стоило. Но очень неплохие деньги. Соответственно, я говорю, конечно, в батах. Если по этому поводу у вас появляются еще какие-то вопросы, напишите либо мне в личное сообщение, либо здесь под видео, где кому удобнее. Я люблю тебя. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok